Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Воспитатель года. На городском этапе конкурса профессионального мастерства победу завоевала Татьяна Шибанова. Она добрая и дает всем задачки. Интересные, наверное, да? А у вас получается их решать? Да. Баскетбольный клуб «Союз» вышел в плей-офф чемпионата России высшей лиги. В предстоящих домашних матчах решится стартовая позиция клуба. Выиграть надо, показать на то, что на самом деле, где мы готовились весь сезон, да, и подготовка уже сейчас практически вся пошла. И теперь об этих и других новостях подробнее. Своих в беде не бросаем. МЧС России отправила в Крым автоколонну с гуманитарной помощью. Как сообщает РИА Новости, в колонне 11 большегрузных машин с медикаментами, детской одеждой, учебниками для технических вузов, семенами для весеннего сева. Всего более 100 тонн гуманитарного груза. Помочь и поддержать соотечественников стремятся в разных уголках России. Активность проявляют и жители нашего города. Зареченцы предлагают не только материальную помощь. Горожане хотят отправиться в республику в качестве военнослужащих-контрактников. С подобными предложениями горожане обращаются в военный комиссариат. Каждый день я получаю таких звонков по два, по три звонка. Ребятам я объясняю, что военный комиссариат на данный момент не набирает. Не набираем мы ни граждан, пребывающих в запасах в Крым. Не набираем мы ни военнослужащих для прохождения дальнейшей службы в Крым. Не набираем мы ни контрактников, ни офицеров. Никого мы не набираем в республику Крым. Пока никаких указаний по этому поводу у нас нет. Но я очень горд и очень рад, что такие звонки идут, хотят помочь россиянам, которые живут в республике Крым, помочь охранять какие-то объекты, сопровождение каких-то грузов, что-то заниматься. Сейчас весна начинается. Один выходил на меня и говорит, что я агроном, я могу помочь что-то там по своей специальности. То есть большое спасибо всем жителям города за эти звонки. Но пока помощь через военкомат не нужна. Президент России Владимир Путин распорядился ввести в действие с 1 сентября текущего года физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО. Накануне глава государства подписал указ и дал в связи с этим ряд поручений. В частности, положение с нормативами должно быть разработано и утверждено уже до 15 июня. А до 1 августа кабинет министров должен разработать региональные планы мероприятий по поэтапному внедрению ГТО. Заречный в этом вопросе оказался, как говорится, впереди планеты всей. По инициативе Вячеслава Гладкова комплекс в нашем городе возразили еще осенью 2008 года. По версии Заречного, ГТЗО готов к труду и защите Отечества. За первый месяц к сдаче норм ГТЗО подключились почти 2000 человек. А за полгода о своем желании стать участниками движение заявили уже 55 трудовых коллективов. Теперь нормативы ежегодно сдают более 80 организаций, около 12 тысяч человек. Процесс сдачи нормативов во многих коллективах превращается в дни здоровья, территориализованное представление. Город получил еще один ежегодный общий спортивный праздник. Яркий и захватывающий, своеобразная минута славы тех, кто выполнил упражнение успешно и получил значок ГТЗО или сертификат. Хотя главное все же не наградное, а торжество здорового образа жизни. В этом году у нас подведение итогов мы планируем нетрадиционно раньше, потому как всегда мы это делали в сентябре месяце. В этом году мы планируем это сделать в августе месяце, приурочить этот праздник ко дню физкультурника. Поэтому всех тех, кто был задействован, мы будем приглашать в августе на большой праздник спортивный. И надеемся, что у нас будет традиционно выдержан наш небольшой такой рост участников. Детям-сиротам будет помогать специальная комиссия. В администрации Заречного состоялось первое заседание городской межведомственной комиссии по содействию в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Комиссия утвердила план работы на 2014 год. Уже в апреле члены межведомственной комиссии наметили провести рейд. Его участники собираются проверить, как используются жилые помещения и в каком санитарном и техническом состоянии они находятся. 25 марта официально считается днем работника культуры в России. И несколько сотен жителей Заречного смело могут считать этот праздник своим. Культурная столица Росатома, жемчужины Пензенского края – все это о Заречном. 12 учреждений культуры, несколько десятков самодеятельных коллективов, из которых 22 носят звание «Народный» и «Образцовый», 18 заслуженных работников культуры Российской Федерации. Широкие возможности творческого самовыражения для детей и взрослых, когда каждый может найти что-то для себя, будь то вокал, хореография, живопись, музыка, поэзия или театральное мастерство. И все они щедро делятся с искусством с горожанами, дарят им хорошее настроение в праздники и выходные, а также поражают и удивляют жюри конкурсов, турниров и состязаний разного уровня по всей стране. Одно из последних достижений Зареченцев – дипломы лауреатов 4-го всероссийского конкурса юных пианистов имени Балакирева, прошедшего в Сарове. Жюри поразили музыканты детской школы искусств, рассказывает Ксения Тризна. Илоне Козловой всего 9 лет. Три года девочка играет на фортепиано. Но в столь нежном возрасте она уже успела поучаствовать во всероссийском конкурсе юных пианистов имени Балакирева в Сарове. Участвовала на фестивалях. Вот это первый серьезный конкурс. Ну и как ты к нему готовилась? Страшно жить, наверное? Не очень. Маленькая Илона смогла тронуть строгое жюри своим исполнением. Судьи заметили ее среди множества участников со всей России, от Сибири до Краснодара. Итог – диплом участника. Конкурс имени Балакирева – настоящее испытание не только для совсем юных пианистов, но и для музыкантов постарше. Я сама мало занималась. Я сыграла не на таком высоком уровне, как они. Я думаю, что я могла бы лучше сыграть. Ну, в большом не мешало очень волнение. Я всегда очень волнуюсь, когда я выхожу на сцену. И несмотря на возникшие трудности, Аня вошла в число дипломантов Балакиревского конкурса. Кроме свидетельства об участии, девушка увезла из Сарова твердую уверенность, что к следующим выступлениям она будет готовиться гораздо тщательнее. А у Анастасии Петровой, наоборот, волнения перед выходом практически не было. Или удалось хорошо его замаскировать, отвлечься и сконцентрироваться на игре. На конкурс девушка представила четыре произведения. Нужно было играть все сразу произведения, нужно было как-то перестраиваться с каждым на другое, каждое прочувствовать, приведет на лицо волнения, сыграть хорошо. А может быть, дело в том, что все произведения были близки Насте по духу и темпераменту. Ее результат – диплом лауреата второй степени. Но несмотря на такие успехи, воспитанники детской школы искусств расслабляться не намерены. В мае им предстоит защищать честь родного города на всероссийском конкурсе среди городов Росатома, который пройдет в Заречном. Ксения Тризна, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Воспитанники детской школы искусств собрали приличный урожай наград и на областных конкурсах. Три струнных дуэта заняли весь пьедестал почета. Наши скрипачи стали лауреатами первой, второй и третьей степени. Диплом третьей степени завоевал и хор ДШИ на конкурсе «Весенние голоса». С подробностями Светлана Дземина. Награда областного конкурса струнных ансамблей воспитанницам Зареченской детской школы искусств Марии и Дарьей Самодуровским далась нелегко. Перед самым конкурсом у девочек сменился концертмейстер. Выступление было под вопросом. Однако новая команда довольно быстро сыгралась и на фоне остальных конкурсантов девочки смотрелись достойно. И неожиданно для себя самих стали лауреатами первой степени. Вообще, в каких-то, может быть, победах даже и не думали, но сыграть хорошо были настроены, чтобы не ударить в гре с лицом. Просто вот нас так мама с детства настраивает ехать не за каким-то местом, а чтобы порадовать людей, порадовать себя, чтобы просто сыграть хорошо. Мария Башарина и Эсмеральда Шерстнева в своих силах не сомневались. В прошлом году девочки вошли в число призеров. На четвертый областной конкурс струнных ансамблей ехали только за победой. Но волнение все же помешало подняться на высшую ступень пьедестала. В итоге стали вторыми. Мы думали, что мы победим. Почему не хватило? Ну, наверное, просто... Мы просто зажато, наверное, играли. Мы воедем. И просто удачи шли. Самый юный дуэт Виктории Пазяловой и Марии Горюткиной на областном конкурсе дебютировал. Поэтому с эмоциями девочкам справиться было непросто. Как и музыканты постарше, к выступлению Маша и Вика подготовили три композиции и исполнили их почти безупречно. Зареченские скрипачки заслужили лауреатство третьей степени. С третьим местом вернулись и вокалисты детской школы искусств. Старший хор музыкальной школы Заречного защищал честь родного города на областном конкурсе «Весенние голоса». Нам очень понравилось. Была буря эмоций позитивных. Нам реально понравилось. Понравились другие хоры тоже. Достойно выступили все. Мы хотели хорошо выступить. Конечно, надеялись на какое-то место. Надежды оправдались. Готовились к конкурсу упорно и долго в свободное время от занятий на музыкальных инструментах. В результате, помимо основной программы, выучили Бородинона стихи Лермонтова, что такое музыка Наомовой и отрывок из оперы «Князь Игорь». За эту композицию руководитель хора переживала особенно. Я очень боялась, потому что высокая тесситура, но они справились. Вот с испугу, может быть, я хотела сначала спеть другого композитора, зарубежного произведения, а потом с концертмейстером посоветовались, с Подмаревой Леной Александровной, она говорит, берите, улетай на крыльях ветра. У них так хорошо это получается, и произведение такое разнообразное. Успехи на областных состязаниях подбодрили юных артистов. Сейчас ребятам позволили немного передохнуть. Сразу после каникул учебы и репетиции возобновятся. Не за горами конец учебного года и большой отчетный концерт. Светлана Демина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». С дипломом первой степени вернулись из Санкт-Петербурга воспитанники театральной студии «Орликин». В международном проекте конкурса «Культурная столица» участвовало 30 театральных коллективов. «Орликин» представлял на питерской сцене спектакль по повести Светлана Алексеевич «Последние свидетели». Одним из условий конкурса было обязательное обращение в своем выступлении к городу на Неве. Зареченские актеры рассказывали о блокадном Ленинграде. Удалось юным актерам после спектакля побывать в Музее обороны Ленинграда и своими глазами увидеть 125 граммов блокадного хлеба, игрушки, поднятые со дна Ладожского озера и другие свидетельства того ужасного времени. Руководитель студии «Орликин» Наталья Кучишкина говорит, что эта поездка в Санкт-Петербург произвела на ее подопечных неизглазимое впечатление. Самый наш младший участник спектакля шел, он долго думал, как-то все он так оценивал, как-то отнестись к этому. Он же первый раз стал лауреатом, потом он, значит, мы хорошо поработали. Я думаю, что для ребят это очень важно, когда их работа, причем искреннее работа, оценивается каким-то образом и оценивается на хорошем уровне. Отказ от формальностей и стандартов, смешение стилей и направлений, танцы не знают границ. В этом убедились зрители, пришедшие на концерт в студии эстрадного танца «Сити Дэнс». Год работы под новым именем. Раньше их знали как «Премьеру Плюс», а теперь они «Сити Дэнс». И новое имя принесло студии эстрадного танца «Удачу». За этот год коллектив расширился. Хочется показать детишек, которых мы смогли подготовить за этот год, потому что очень много номеров будет, когда дети выступают в первый раз. Это совсем маленькие, наши совсем юные артисты. В этом году у нас появилось несколько филиалов в детских садах, поэтому они с нами активно работают. И хочется показать результаты и там. «Безграниц» – так педагоги назвали концерт. На сцене все воспитанники «Сити Дэнс». Даже если кто-то из ребят занимается всего полгода, они тоже имеют право на свою минуту славы. На сцену выходить страшно? «Нет». «Почему?» «Потому что там мои родители». «В зале сидят, да?» «Да». «Нравится мне, потому что там хорошо и легко». К тому же всегда есть старшие девчонки, которые поддержат и подскажут. Ведь они помогали педагогам готовить отчетник, работали с младшими на репетициях. «Мы проводим у них там тренировки иногда бывает. Учим, как танцим всяким». «А сельскими садами дело имели?» «Имели». «Ну и как они?» «Ну собраться могут, если захотят». В этом году постановщики отказались от формальности и стандартов. На сцене разные танцевальные стили и музыкальные направления, а декораций в привычном понимании нет. Только экран с разноцветными лампочками и погруженный практически в кромешную тьму зал. Все это создает эффект широкого пространства, ведь у истинного творчества границ нет. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио «Компания Заречный». Победитель городского конкурса «Воспитатель года-2014» Татьяна Шибанова из 5-го детского сада готовится к областному этапу конкурса профмастерства. К этому Татьяна шла долгие 10 лет. В 2004 году она уже участвовала в педагогическом состязании, но тогда заняла третье место. Что принесло ей победу в этом году и за что так любят своего воспитателя дети, узнала Ирина Герасимова. Зайчики, медведи, лисички. В этой группе каждый ребенок не раз побывал в роли сказочного героя. Воспитатель года Татьяна Шибанова активно использует в своей работе элементы театрализованной деятельности. Читают и играют сказки дошколята каждый день и уже чувствуют себя настоящими актерами. Кто зашел в лесу древучим? Что еще за гад? Кто кричит и громко плачет, вспоминая маму? Татьяна Александровна уверена, такие приемы помогают развивать речь детей, а главное, избавляют их от комплексов. Воспитатель рассказывает, что главными героями постановок хотя бы раз бывал каждый ребенок из группы. Ребенок, который более стеснительный, тебе очень хочется, чтобы именно конкретно ему в этой жизни было очень легко вступать в контакт с детьми. А как это сделать? И вот им опять помогает театрализованная деятельность. Достучаться до каждого ребеночка, найти подход каждому из них. Это очень приятно и очень хорошо. Посвящает всю себя детям Татьяна Шибанова уже 22 года. Без любимой работы просто не представляет жизни. Говорит, все дело в детях, которые постоянно радуют и удивляют ее своими талантами. Слезы наворачиваются, потому что до такой степени это приятно, до такой степени это благодарные и слушатели, и помощники. И вот я даже слов не могу подобрать, но это такие необыкновенные дети, каждый год приходят ко мне, и очень приятно смотреть, как они взрослеют. А мальчишки и девчонки в свою очередь уверены, что им все удается и все у них получается именно благодаря Татьяне Александровне. Тебе вообще нравится участвовать вот в таких постановках? Да. А почему? Что там интересно? Потому что они интересные и веселые. Она нам читает книжки, рассказывает все. И мы с ней занимаемся. Она добрая и дает всем задачки. Интересные, наверное, да? А у вас получается их решать? Да. Ценят педагога не только дети. Родители малышей не на шутку испугались, узнав, что Татьяна Александровна стала воспитателем года. Когда родители увидели меня по телевидению, и многие из них узнали, что я принимаю участие в этом конкурсе, первый вопрос у них был такой, Татьяна Александровна, ну вы-то с нами останетесь. Воспитатель без сомнения отвечает, что любимую работу ни за что не бросит. Наоборот, после победы в конкурсе перед ней открылись новые творческие горизонты. Теперь Татьяна Александровна планирует не только воспитывать мальчишек и девчонок, но и делиться опытом со своими коллегами. Надеяться, это поможет и в следующем году другому представителю пятого детского сада быть в числе призеров конкурса «Воспитатель года». Ирина Герасимова, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». С Татьяной Шибановой победителем городского этапа конкурса «Воспитатель года» мы встретимся сразу после короткой рекламы. А пока к другим новостям. 27 марта завершится второй круг чемпионата России высшей лиги по баскетболу. Зареченский союз уже обеспечил себе выход в плей-офф, но в предстоящих домашних матчах решится стартовая позиция, с которой союз продолжит борьбу. На своей площадке наши баскетболисты встретятся с воронежской Сагдианой Скиф. Накануне решающей игры с баскетболистами союза встретилась Елена Степкина. Последние игры в рамках второго круга чемпионата России высшей лиги баскетбольный клуб «Союз» проведет дома. На своей площадке будет встречаться с командой Сагдиана Скиф из Воронежа. После Нового года гости усилились с двумя новыми игроками. Сейчас в турнирной таблице Сагдиана находится сразу после союза. У команд одинаковое количество сыгранных матчей, вот только у Заречного пока на одну победу больше. К предстоящим матчам в Союзе готовятся, изучают тактику игры соперника и отрабатывают свои взаимодействия. В составе Зареченской команды есть изменения. После травмы и продолжительного лечения и восстановления к тренировкам приступил Константин Бреев. Пока еще неизвестно, сможет ли баскетболист выйти на площадку в ближайших матчах, но уже сейчас он рвется в бой. Огромное желание, после травмы хочется поиграть, но я реально понимаю, что я думаю, лучше помочь команде в плове финала на все 100, чем выйти на пару минус с Воронежем и неизвестно, что будет. Я считаю, что команда серьезная в Воронеже. Не надо расслабляться, надо играть в полную силу и доказывать, что мы сейчас являемся одним из конкурентов на медали. Как распределяться места в турнирной таблице дивизиона А пока не берется сказать никто. Место в первой четверке уже точно себе обеспечили Тобольск, команда на первой строке, и это уже ничто не изменит, и Союз. Но до игр с Воронежем еще не определено, с какого места наши выйдут в плей-офф. И еще четыре команды борются за выход в первую четверку дивизиона. Выиграть надо показать на то, что на самом деле, где мы готовились весь сезон, да, и подготовка уже сейчас практически вся прошла, да, уже все игры уже на результат. Все игры на результат. Ну, естественно, дом, болельщики, все остальное надо выиграть. Игры с воронежской командой Сагдяна-Скиф пройдут 26 и 27 марта. Матчи состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе Это еще не все. Сразу после короткой рекламы мы вновь вернемся в студию новостей Заречного. Ну, а пока не переключайтесь. Повезло заполучить на производство золотые руки? Не пора ли вложить в них достойный инструмент? И вам не придется отправлять за ним гонца в столицу или ждать пакеты из Германии. Достаточно всего лишь подняться на второй этаж магазина «Строймаг» в Заречном. Здесь находится специализированный отдел, заполненный инструментом высшей категории от самых надежных мировых производителей. Прославленное выносливостью и удобством оборудования для строителей, сантехников, электриков и прочих мастеров высшего класса может прийтись по руке и главе семейства в домашнем арсенале, но создано профессионалами специально для профессионалов. Готовы поднять свое производство на новый уровень? Поднимитесь на второй этаж магазина «Строймаг» в Заречном. Не хватает на целый? Рассрочка в мир техники. Покупай целиком, плати потом. Лэп-телевизор «Супра» диагональю 81 сантиметр в рассрочку всего за 740 рублей в месяц. Наши цены ниже. Всем, всем, милым дамам, новая коллекция «Весна-2014» в отделе Юнона Шик. Пальто и плащи от 40 до 70 размера. Высокое качество одежды отмечено огромным количеством дипломов и наград правительства Российской Федерации. Вас ждут доступные цены от производителя. Наш адрес – торговый центр «Ряд», второй этаж. Юнона Шик – роскошная одежда для каждой женщины. Планировали новый телевизор. Соседка посоветовала кредит подешевле. Специально для пенсионеров. В Восточном экспресс-банке платеж небольшой. Теплицу собрали. А я кредит на путевку брала. Прямо рядом с домом. И обслуживание понравилось. Кредит для пенсионеров всего за 1745 рублей в месяц. Восточный экспресс-банк. Сообщи, где торгуют смертью. Телефон доверия 59-10-10. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях победитель городского этапа конкурса «Воспитатель года» Татьяна Шибанова. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот победа в этом конкурсе. Я понимаю, что было заключение жюри. Там была конкурсная комиссия. Там все это изучали документы, всевозможные. Вы представляли программы свои воспитательные. А на ваш взгляд, в чем причина успеха? Личное такое мнение, свое. Личное свое мнение, я считаю, что победа в этом конкурсе – это не только моя победа. Потому что то, что я представляла на этом конкурсе – это была работа всего нашего дружного, замечательного коллектива детского сада номер 5. Я им за это очень благодарна. И вот когда я участвовала в этом конкурсе и видела их поддержку, их заинтересованность, их внимание к этому, им не было легко преодолеть те мероприятия, которые проходили в этом конкурсе. Татьяна, а вот дети как-то помогали? – Дети конкретно моей группы? – Да, нет, вообще дети… – А, нет, вот в этом конкурсе у нас было одно мероприятие, это нужно было провести занятие с детьми другой группы. И когда перед конкурсом мне нужно было прийти и познакомиться с ними, был такой очень интересный момент. У меня было занятие, которое под названием «Здравствуй, театр!» И мне нужно было как-то поговорить о том, что актеры работают в театре, и вообще что они там делают, чтобы они хоть немножко узнали про это. И когда я им сказала вот такую фразу, вот посмотрите на меня, вот похожа я на актрису, и надо было видеть глаза этих детей, и они увидели меня, и говорят, да, вы самая настоящая актриса. Вот это… Я когда услышала все это, я поняла, что у меня будет все хорошо. Конечно же, это в первую очередь дети помогли мне, потому что когда видишь их глаза, их заинтересованность, их улыбки, у тебя все обязательно получится. – Татьяна, а не страшно было идти на этот конкурс после вот третьего места 10 лет назад? Долго уговаривали вас? Сами-то как внутри себя ощущали? – Ну, как бы вот, хотелось, конечно, усовершенствоваться, показать себя более с лучшей стороны, но и внутренне я, наверное, все-таки взыграла. Поэтому и пошла еще раз на этот конкурс. – То есть амбиции были? – Ну, немножко были, немножко, конечно. – Татьяна, вот ваша педагогическая концепция, если в двух словах, вот почему так дети отзываются? Почему жюри призналы, взрослые, коллеги? Почему они признали вот победу в вашей педагогической концепции, в вашей методике преподавания? И почему так дети относятся к вам? – Ну, я считаю, что вообще вся суть моей деятельности, суть всей моей работы – это, конечно, уважение к личности ребенка, и раскрыть талант каждого ребенка, и создать такие условия, чтобы каждому ребенку было очень комфортно, интересно, чтобы он раскрывал себя творчески, и тот мир, который вокруг него, он познавался с интересом. – Если позволите, я выскажу свое мнение. Мне кажется, что вот все, что вы сейчас описали, уважение ребенка, уважение к каждой личности, мне кажется, можно обозначить только одним словом – любовь. – Любовь, конечно же. – Это самое главное, все остальное – это все, что вокруг этого, и это сразу видно в глазах детей. – Я вот, вы знаете, когда просыпаюсь каждое утро, я мысленно при себя говорю, любовь к девятям творит чудеса. И вот идешь, когда на работу, и вот эти вот чудеса, они, конечно же, происходят каждый день. – А готовы ли вы уже к областному этапу конкурса? Или пока еще? – Ой, пока еще такая интрига. Вот. Мы начали, конечно же, готовиться, потому что то, что я предоставляла, это я предоставляла работу нашего детского сада. У нас направление детского сада художественно-эстетическое, поэтому, конечно же, мою работу мы усовершенствуем еще, и постараемся выступить достойно. – Татьяна, естественно, только победы желаю. Болеем за наших. Удачи вам на областном этапе, и еще раз примите поздравления с победой на городском этапе конкурса «Воспитатель года». – Спасибо. – Все вам самого доброго. Спасибо за участие в нашей программе. – И вам большое спасибо. – Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего доброго, и до встречи на канале «Заречный». Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Только до 31 марта. Шок цена. Сезонная распродажа в компании «Ремстрой». Окно под ключ всего за 7500 рублей. Отлив, подоконник, внутренние откосы. Беспроцентная рассрочка на 4 месяца. Первоначальный взнос 30%. Телефон 232-232. Компания «Ремстрой». Компания «Ремстрой». Компания «Ремстрой». Продолжение следует...